всем 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 привет ребят сегодняшнем ролике как вы уже догадались по названию мы с вами посмотрим вот ну пока еще лишь на краткую но очень важную информацию по поводу нового будущего эдема да 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 мы с вами просто не успеваем соскучиться у нас новый dd потом у нас четырехфракционный новый дым и сейчас еще один и дым который уже успешно я так понимаю прошел либо во всех передовых штатах либо уже во многих вот поэтому уже появляется вот такая вот информация то есть виде сборных да ребята собирают вот поэтому мы сейчас посмотрим ознакомимся вот почитаем инфу которая нас ждет в принципе в этом эдеме вот ну и соответственно глянем на это все дело вот поэтому как обычно ребят всем приятного аппетита и приятного просмотра а мы соответственно начинаем и так ну для начала чтобы мне хотелось заметить да ну во первых поблагодарить ребят которые это сделали вот я так понимаю бруклин стар 96 штат если не ошибаюсь вот ну и соответственно тут также он благодарит доме стекать z из альянса год 2902 но это уже передовой штат то есть я так понимаю оттуда также шла инфа то есть ну ребят огромное спасибо тут столько инфы и вписали поэтому молодцы вообще очень интересно все делать а вот следующий момент который сразу же бы просто хотелось заметить это вот этот вот маленькая аннотация которая здесь маленьким шрифтом указана где в принципе написано что данная информация в основном конечно для информационного предназначения и дальше автор пишет что надеюсь что этот эдем в которой мы сейчас играли именно в этом виде не будет введен в другие штаты а вот но это уже в принципе логично у нас ребята в телеграме есть которые играют в передовых и но отзывы безумно категоричные то есть никому не понравилось еще и там были проблемы баги я так понимаю с наградами тоже били вот поэтому ну в общем там он никому не зашел никто не хотел играть вот сейчас почитаем с вами в принципе думаю поймем почему вот ну там это было вообще конечно не забываем да что то что происходит на передовых штатах принципе может немного правиться и уже прийти в релиз в другие штаты немножко исправлено но судя по всему здесь проблема была не именно в каких-то багах а именно в самом геймплее который я так понимаю был безумно не интересен а вот в основном к тому эдему даже которым мы привыкли а вот во всяком случае таких категоричных отзывов допустим про четырехфракционный эдем не было хотя многим он тоже как бы не понравился именно в остальных штатах но тут скорее всего тоже больше зависело от рандома как кто с кем попал так и как говорится повезло а там на какой бы вас карту эдема не закинуло четыре фракции две либо еще какой-то если вам не повезло соперником то ну ребят винить в этом не стоит но здесь я просто понимаю вижу что здесь именно геймплей на я уже пробежал здесь по всему геймплей на есть не то что проблемы не интересно не интересно и это вообще уже больше не похоже на какой-то эдем это что-то между началом игры в штате и тире эдем тире непонятно что ну в общем сейчас все увидим и так ну давайте с вами по порядку я буду делить это все немножко вот так вот то есть тут где инфа немножко придется подвигать скорее всего вот да и так у нас это эдем journey of perils это что-то типа опасное путешествие либо путешествие с полными опасностями ну как то так или полные опасностей вот не знаю какой будет перевод у локализаторов ну во всяком случае в английской версии так понимаю называется именно так а вот и что здесь и так что у нас нового в этом эдеме нет плиток который мы с вами привыкли долбить до ресурсные слова совсем понимаем да сразу окей пока я просто буду читать дальше будем уже резюмировать дальше что нас собирать материалы наши дд здесь имеется ввиду то есть наши вот эти вот испорченную почву испорченную воду испорченный лес испорченные камушки испорченная нефть если такое бывает нужно путем соответственно копания картошки вот вы поняли да то есть отправлять на ресурсные точки нужно будет собирать эти ресурсы да то есть не с плиток они вам автоматом будут за счет того что вы там плитки надолбили а потом вы спокойно можете ничего не делать там полдня зашли в игру нажали собрать и вас собралось там определенное количество ресурсов с ваших надолбленных плиток здесь нет здесь нужно копать то есть понимаем да нужно заходить постоянно отправлять на сборы на сборы на сборы на сборы копать 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 и так далее и так далее но не зря здесь рекомендуют вот на сообщение подготовка рекомендационная это создать 4 я так понимаю детали вот из золотого сета ну либо короче в общем первопроходцев собираем собираем и собираем но и здесь имеется ввиду 4 потому что нам по сути все шесть я так понимаю не нужны нам нужно собрать грубо говоря длин для шести там btr а там или для пяти грубо говоря только по четыре детали которые самые важные да то есть та которая будет ускорять у нас нефть еду дерево и железо по сути я так понимаю все остальное там другие детали нам не нужны ну это у нас что там кран там еще что по моему ну в общем особо заморачиваться не стоит вот сами понимаем да какие ресурсы мы будем собирать ресурсы будут те же это в принципе логично дальше также можно найти ресурсы будет собирать с атак на зомби в этом модеме будут зомби зомби будут другого уровня но в принципе будут я так понимаю те зомби которые мы привыкли но мы сейчас картинки еще посмотрим а вот идем дальше тогда соответственно окей то есть мы будем получать наши ресурсы путем копания и путем прибить прибивания зомби окей зомби соответственно разного уровня разбросаны по карте так же как ресурсной точки окей вип газри бонусы и 50 can be used окей то есть мы с получается можем использовать виповский бтр который у нас идет для сбора дат у тех кого открыта випка у тех кого открыт этот бонус сборочного бтр ах да то есть дополнительного мы его можем использовать ну это понятное дело это хорошо лишний раз всем нужно открыть випку потому что разработчики хотят чтобы вы открыли випку прям хотят уже вот прям давно если вы этого еще не сделали вот посмотрите этот ролик и поскорее открывайте випку в скобочках нет вот а там как хотите короче ребят царказм просто ирония так далее ладно в общем мы можем копать в принципе этим бтром хорошо фармер класс окей получаем бонусы от нашего класса фермера это называется готовьте немножко денег на понимаем то есть фермера есть бонус к скорости сбора у классового фермера да то есть но ваши фермы которые в классе фермера у них идет скорость сбора ресурсов ну и объем там и так далее но объем принципе неважно не так много это все пока копается вот поэтому этот бонус будет работать а почему я говорю готовьте денежки потому что ну для тех даже у кого остался бесплатный сброс специализации специальности на 25 базе даже если вы его используете вы допустим перейдете на фермера то потому чтобы вернуться обратно на грабителя нужно будет соответственно уже покупать до смену класса ну либо нам разработчики подгонят подарок под этот и дм и сделает одну бесплатную смену хотя тоже как бы такое себе у кого-то бесплатных уже нет у меня по-моему нет ну ладно а вот поэтому я остановить на грабитель даже не буду думать менять на фермера ради бога не только не ради эдема вот идем дальше сбор ресурсов в эдеме не выполняет очки clash of alliance ну то есть мощного альянса понимаем да что в понедельник если вы копаете ресурсы в эдеме коробочки вы не закроете ну и соответственно свободный день тоже хорошо бонусы сбора от сезонной технологии работают ну это в принципе логично я так понимаю здесь имеется ввиду именно что есть бонусы сбора от сезонной технологии но про сезонную технологию у меня уже видео с вами есть да мы там случайно во время бага попали на технологию посмотрели а вот это та ветка технологии эдемовская которая здесь будет и там как раз бонусы к зомбарям к наградам от этих зомбарей и соответственно к скорости сбора и так далее так далее вот кто не видел ребят это все вместе связано это я вынесу отдельным плейлистом как отдельные дым вот идем дальше сбор стоит 5 прочки окей ну то есть отправка на сбор стоит 5 прочности не 10 5 мы можем атаковать чужие сборы стоит тоже 5 прочки окей атака зомби стоит 15 прочность 15 но при этом скобочках указано что может быть уменьшена за счет технологий сезона да если я не ошибаюсь там по-моему было такое исследование даже два раза если не ошибаюсь по моему или один а уменьшение прочности при походе на зомби по моему там два раза один раз на 5 2 раз по моему опять но я могу ошибаться вот ну то есть тоже можно довести до 5 по моему если не ошибаюсь вот что я много ошибаюсь не хочу ошибаться ладно идем дальше система наград полностью переработана и зависит от вас лично и соответственно от вашей гильдии в каком ранге она закончит соответственно сезон смотрите страницу с наградами вот мне что пока я не вижу видно здесь еще не все но у нас еще это все будет впереди окей ну то есть да у нас ребята уже те кто в телеге вот смотрел у нас там нашем чате где мы общаемся вот ребята уже скидывали скриншоты в принципе с этого эдема там можно в принципе какие задачи есть какие награды за это если я хочу сказать да там очень все серьезно переработано в плане того что нужно конкретно даже посмотреть сколько каких-то нужно городов взять держать не отдать вот и в общем очень очень много условий для того чтобы получить награду я так понимаю в принципе награды наверно по сумме будут выходить примерно то же самое ну топ-1 гильдия которая все там много чего возьмет совокупно если она все пункты выполнит получит свои те же награды топ-1 как в другом эдеме но понимаем да что там вы выполнили в обычном эдеме условий вы их получили здесь ну грубо говоря эти награды там разделили на пять на шесть на семь кусочков и чтобы собрать это все воедино нужно много заданий выполнить а это говорит о чем правильно что где-то можно зафейлить задание где-то могут вам испортить лишнее какое-нибудь задание уже кусочек наград вы не получите а это уже очень и очень неприятно ну ладно идем дальше соответственно награды мы поняли дальше я так понимаю это перечень того что нужно сделать чтобы награды получить гильдии имеют 200 игроков капасти типа прочность ноги вместительность скорее всего объем 200 игроков хорошо ну нормально принципе мы с этим уже знакомы следующие награды гильдии очки персональные гильдии трансформировали что-то такое в новый так понимаю этот вид эксцелленс типа монетки или что-то такое а вот но у нас этого это на следующей страничке есть но окей короче какую-то дичь у нас это все трансформировалось которую нужно будет собрать ну типа наши заслуги в эдеме 4 фракции тоже было отдельно что-то будет подобное так понимаю здесь а вот личные соответственно вот эти вот наши заслуги могут быть получены путем сбора ресурсов убийства зомби на карте окей очки гильдии соответственно заслуги могут быть получены благодаря захватом городов и столиц окей опять же эти заслуги нельзя получить во время атак ну понимаем да что в диме 4 фракции мы можем грабить заслуги у других гильдии фракций а здесь нет ну окей мы мы только за в принципе а дальше идем следующий у нас большой пункт это перемещение по карте в принципе такое же и работать по тому же принципу как в обливионе ваша гильдия должна построить хабы вот чтобы ну скажем так захватить или инициировать захват территории благо на вашей гильдии то есть хабы у нас выглядят вот так вот он у нас хаб строить их можно три вот они у нас на карте до понимаем он не в принципе выглядит как центр альянцев я думаю все мы их уже видели знаем окей что у нас дальше мы можем суть максимум их три следующий пункт хабы гильдии и башни для того чтобы их построить для этого нужны кристаллы интересно это что-то новое да то есть получается у нас какие-то водятся кристаллы это не наши алмазы я так понял скорее всего и соответственно это не ну те красные кристаллы которые мы используем для лаборатории хопны скорее всего что-то другое дальше что у нас здесь еще и так башни мы можем построить и присоединить к территории хаба чтобы создать большую территорию для этого нужно 160 тысяч кристаллов но понимаем да что у нас по сути есть вот такой вот хаб он в принципе очень то что он очень реально похож на тот хаб который у нас находится в обливионе да вот который в принципе можно атаковать ничего никому не будет прям возле баз вот этот хаб тут таких мы будем строить в этом эдеме 3 а к нему мы как и в обливионе можем присобачивать башни да то есть надо чтобы территории соприкасались тем самым мы расширяем зону нашего влияния и так как телепорты работают как в обливине то есть мы свои базы по карте дема сможем перемещать только в территории наших хабов тире башен которые мы там рядом еще понастроим окей максимально можно построить 200 башен вот ну если не могу понять 200 к каждому хабу или 200 всего ну скорее всего на 200 всего а там уже возле какого хаба строите наверно как хотите а вот постройка башен построить и башни чтобы их территория покрывала кристальные шахты чтобы собирать кристаллы вот тут конечно момент ну и соответственно чтобы построить больше других строений нам получается нужно будет строить башню которая но своей зоной зацепит где-нибудь кристальную шахту на вот вот здесь вот так вот находится вот эти кристалл майн и башни возле нее и получается она у нас здесь я смотрю производит 1к в час ну то есть тысяча кристаллов в час довольно таки немного если нам на башню нужно 160 тысяч то это надо 160 тысяч часов мы понимаем да то есть тут надо дофигища собирать вот так у меня просто здесь какой вопрос а если мы поставили башню возле такой вот кристальной шахты шахта сама будет нам добывать нам ничего не надо будет делать или мы просто ее построим чтобы мы могли эту шахту потом доить это конечно вопрос тут есть момент итак продолжаем что у нас здесь да игроки могут также собирать кристаллы для гильдии а ну значит скорее всего у нас башня если построилась возле кристальных шахт они сами нам начинают автоматом на добывать кристаллы но если нам нужно ускориться мы там пишем всем игрокам муки ребята забиваем найдем собираем и копаем картошку вместе с кристаллами класс окей идем дальше базы могут и репортироваться только в территорию гильдии хорошо окей поэтому то есть мы можем прыгать наверно между хабами и там дальше между башнями в принципе все как в обливионе базы не могут быть атакованы когда находится на территории гильдии окей а то есть мы понимаем уже немножко не как в обливионе то есть если мы находимся на территории гильдии вот нас атаковать не могут типа под защитой окей базы которые находятся внутри территории гильдии получают бонусы бонус скорости сбора плюс 10 процентов атака и защита плюс 5 процентов окей вот странно как база может находиться не в территории если она в принципе не за территорию выйти не может вот nokia идем дальше а дальше у нас соответственно мы можем захватывать я так понимаю города столицы ворота на карте если территория нашей гильдии соприкасается с их границами вот здесь конечно момент такой ну ладно у города у него граница есть а у ворот а здесь полная ворота будут совсем по-другому наверно поэтому на гейтс указан немножко по-другому но в общем вы поняли то есть нам нужно территорию нашу башенок довести до городов либо столиц только тогда мы как говорится сможем их долбить вот с учетом того что нам соответственно еще мы не можем перемещаться абы где по карте только в нашей зоне то наверное еще и придется какую-то часть города либо столицу да обстраивать башенками чтобы встать поближе но если нужно если конечно не нужно людей хватает можно и издалека популять но хорошо немножко как бы усложняет сразу же так телепортация и функция щита работают точно так же как домашнем штате с перезагрузка для щита когда вы его принудительно снимаете ну понимаем да что нам здесь не нужно как в эдеме заряжать щит только на восемь часов час зарядки окей у нас получится работает обычный щит то есть в принципе на весь эдем нужно будет какой-то степени посидеть под щитом хотя как бы базы нельзя атаковать когда они находятся на территории гильдии nokia ну короче мы понимаем обычный щит работает как в штате и соответственно тратится те же щиты которые у нас лежат тысячами никому не нужны особенно восьмичасовые вот ну и телепорт соответственно думаю тоже телепортироваться туда-сюда мы сможем за счет своих телепортов либо от 2 к алмазов короче понятно в принципе ничего сложного так что у нас еще есть башни имеют 6000 процентов прочности как только башня прочность башни уничтожена либо башня через пять минут она будет разрушена базы которые базы могут телепортироваться оттуда то есть сбежать пока идёт эти пять минут в более безопасную зону либо деть щит ну то есть вот таким вот образом то есть на нашу башню допустим где мы рядом стоим могут снести соответственно после того как нам сносят башню но нас могут атаковать и наша задача либо прыгнуть под щит вот либо пока еще башня не до конца разрушена и нас нельзя атаковать то есть нас здесь пять минут нам нужно отскочить да на другую территорию вот ну такое себе ну не знаю это все-таки обычно есть там реально обычные щиты ну окей я стою в башню снесли мне вот я стою в чужой зоне да получается меня могут атаковать я бах щит на три дня и шо вы мне сделать и ничего мне не сделать а я послезавтра зайду и перенесу свою базу телепорту в безопасный мест ну в принципе конечно прикольно да там тем кто не очень любит воевать но с другой стороны ну не то чтобы читерство как-то вообще непонятно вот ну хорошо опять же это все конечно поправить идем дальше либо я не прав что тоже может быть так 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 чекпоинты имеют три статуса но здесь чекпоинты это указаны как раз таки ворота мосты в английской версии все чекпоинт поэтому окей теперь они имеют три статуса первый статус закрытый чекпоинт не может быть атакован прикольно да то есть по сути мы какие-то там ворота моста атаковать не можем потому что но закрыт почему пока непонятно но окей полуоткрытый чекпоинт не может быть атакован другими фракциями вот но получается гильдиями из одной фракции наверное может на то есть я так это понимаю то есть другие фракции атаковать не могут, но свои гильдии из одной и той же фракции могут. То есть, получается, у нас еще, наверное, фракции будут, да? Прикольно. Ладно. Ну, тут уже, наверное, особо не важно, я так понимаю, с учетом того, что у каждой гильдии своя награда, которую они заработают. Окей. Ну и открытые, соответственно, чекпоинты, которые могут атаковать все. Ваши БТР не могут пройти сквозь зоны, которые ваша гильдия не зашла путем захвата чекпоинта. Вот. Не знаю, насколько я правильно перевел, но вроде да. В скобочках не может атаковать базы или, соответственно, сборы в зонах, куда ваша гильдия не зашла. То есть, я так понимаю, это у нас, типа, не знаю, там вот эта комната страха, знаете, когда проходит в детстве еще. Прикольно. Вот так и здесь, типа, ты один коридорчик заполнил, там ты можешь всех жучить. Чтобы тебе другой коридорчик заполнить, надо найти ворота, дойти до них, забрать. Соответственно, ты, типа, вошел в эту зону и ты теперь можешь там распространяться. Ну и так далее, так далее. В общем, в принципе, ну, все логично. Я понимаю, это сделано просто для того, чтобы да, вы не могли там через всю карту в другой конец отправить кому-то сбить сбор. Ну, это было бы нелогично. Вот. Или там отправить там, не знаю, базу атаковать. Поэтому здесь, в принципе, все сделано. То есть, если вы в эту зону не зашли, то вы там ничего, в принципе, сделать не можете. А вот. Ну, окей. В принципе, как и в любом другом Эдеме. Пока не пройдешь, через ворота плитку не заведешь, нифига ты там не сделаешь. Ну, ладно. Так. С этим у нас тут все. Это еще не все по видео, это все по первой картинке. Вот. Ну, соответственно, я вижу здесь, что снабжение у нас в принципе точно такое же. Редкоземельный элемент, как видите, он здесь есть и он здесь будет нужен, потому что здесь будут технологии, которые за редкоземельные изучаются. Окей. Ну, по поводу деталей мы уже посмотрели. Ну, как выглядят еще раз хабы и, соответственно, башенки. Вот, видите, я вижу здесь разного цвета. Да, то есть, это у нас красные хабы, красные, это фиолетовые у нас, по сути, башни. И это, скорее всего, башни другой гильдии, которые, возможно, можно атаковать. Да, то есть, соответственно, они соприкасаются вот здесь. Значит, получается, они могут быть атакованы. Ну, я так понимаю, здесь все именно вот четко по вот этим вот башням и их зонам. То есть, если наша зона гильдии где-то не соприкасается с кем-то, то мы атаковать-то не можем. Ну, и наоборот. Вот. Ну, окей. Итак, у нас остался еще один. Есть еще вот такая вот картинка. Вот. Что у нас здесь? Зомби. Начинаем мы с зомби. А вот. Итак, атакуя зомби дает вам, соответственно, ресурсы наши, о которых мы с вами говорили. Вот этот вот заслуги и редкоземельный ресурс. Окей. Высокоуровневые зомби требуют к себе большой иммунитет для атаки. Ну, тут дальше есть табличка. Посмотрим. Высокоуровневые зомби. Чем выше уровень зомби, тем больше ресурсов. Соответственно, и наград. Ну, короче, мы поняли. Можно получить. Дальше у нас только один раз за первую победу зомби можно получить двойную награду. Окей. Ну, то есть, все, в принципе, да, как у нас тут в игре есть там. Да. Не знаю, там. Ваня впервые убил зомби пятнадцатого уровня. Так и здесь. Впервые убили и получаете двойную награду. Потом уже динар. Окей. Мне нравится. В скобочках нет. Не знаю. Посмотрим. Дальше. Зомби разбросаны по карте. Ну, и, соответственно, чем ближе к центру, чем ближе к аду, так сказать, тем больше уровень и сильнее зомби. Ну, логично, здесь именно зомби, как плитки служат. Да. Чем ближе к центру, тем высокоуровневые и сложнее зомби. Хорошо. Зомби разделяются на уровни и также могут быть найдены возле центра мира. Итак, у нас 31-40 уровни находятся в каких-то зонах. Ну, сложены какие-то зоны. У них свои названия. Secure Zone. То есть, да. То есть, безопасная зона, выходная зона, входящая зона там и так далее. Вот. Но карты я не вижу, поэтому, в общем, вы поняли. То есть, есть градация 31-40 зомби, потом 41-44 и 45-го уровня зомби находятся возле центра мира. Окей. Ну, я думаю, все, в принципе, логично. Разные типы зомби дают разные ресурсы. Вот. То есть, мы понимаем, что нам нужно, в принципе, только 4 золотых деталей сперва проходца, только, да, на те ресурсы, которые нам нужны. И, соответственно, зомби наши, я так понимаю, они здесь также указаны. Вот. Что у нас тут? Шафин, аксин, агрессив. Ну, короче, это наши же зомби с карты в штате, с которыми мы привыкли. Вот. Четырех типов. Вот они у нас будут, по сути, давать тоже разные ресурсы, да. То есть, одни будут давать, соответственно, внефть, другие будут давать у нас, я так понимаю, там металл и все остальное. Ну, в общем, вы поняли, там уже разобраться можно будет. Вот по зомби здесь интересно. Вот табличка есть, вот такая вот. Сейчас мы к картинкам еще перейдем. А зомби, соответственно, 31-32 уровня иммунитет не требует, но мы видим с вами. Вот. И что самое интересное, мне понравилось, есть зомби 45 уровня, у которого иммунитет 9 тысяч. 9. Не 8. 9. Это насколько скучно должно быть, чтобы девяточку себе вкачать, а? Вот. Ну, я даже не знаю. Вот. Тем более, он 45 уровня, это он возле центра мира. Ну, то есть только избранные туда придут, скорее всего, да? Ну, тем самым и лучше. 44 уровень, он не возле центра мира, он уже поближе, на темно-зелене будет. Вот. Ну, и, соответственно, 8 тысяч, в принципе, можно брать. Ну, тут все вот, 41-44, как раз то, что уже ближе к центру мира, но еще не тут. Вот оно у нас указано. Вот это вот входящая зона, да, inner zone, или что-то в этом роде. У них уже все будет по 8 тысяч. Вот. Ну, а зомби 40 уровня, в принципе, это 15-я плитка, как это было раньше. То есть здесь теперь иммунитет нужно качать только ради того, чтобы чпокать зомби. Не плитки, а именно зомби. Вот. Кстати, ребят, вот кто смотрит из передовых, из инфу, я здесь эту не заметил, но очень важно, кто смотрит из передовых, напишите в комментах, вот, или в телеге, скорость восстановления прочки. Как в Эдеме за 6 часов, или как в штате за 8. Вот. Потому что это важно, на самом деле. Это раз. А второе, пробовали ли вы атаковать, не знаю, зомбарей с флагом? Тратится ли меньше прочки? Думаю, скорее всего, нет, но мало ли вдруг вот кто-то случайно прибивал зомби под флагом. Вы поняли, о чем я. Но на самом деле больше интересует прочка, потому что одно дело, да, у нас разные прочка в штате, разные прочка здесь, но как бы если нужно и зомбарей бить, и города захватывать, это как бы прочки нужно дофига. Вот. На все хватать не будет. А это уже прискорбно. Окей. Идем дальше. Немножко осталось. Сбор. Ну, понятно, собираем мы, соответственно, с ресурсных точек на карте. Окей, ничего, ничего как бы сверхъестественного тут пока в первой срочке не написали. Скорость сбора базы и бонусы от сбора работают в Эдеме. Ну, то есть, мы понимаем, я так понимаю, имеется в виду бонус сбора, который мы можем купить в магазине Альянс. Окей. Взяли и взяли. Хорошо. Он работает отлично. В принципе, вот, первопроходца одел, хоть ты и грабитель, бонус включил и собирай. Нормально. Вот. Ресурсные точки также работают через поиск. Ну, я так условно. Короче, там про зомби было то же самое. Можно зомбри искать через наш вот этот вот поиск, который у нас есть в штате, который добавили наконец-то спустя много-много лет. Уже забыл, когда, но мы очень долго этого хотели, просили. Вот. А до нас еще, наверное, кто-то просил. Вот. Ну, в общем, добавили. Вот он тоже будет работать в Эдеме и то же самое будет работать с ресурсами. то есть не надо будет по карте ерзать. В принципе, нажал поиск, кнопочку, какой уровень тебе найдут. хорошо. Окей. Это приятно. Хоть что-то. Дальше что у нас? Уровни точек сбора, которые могут быть. Соответственно, уровень, ну, как и с зомбарями, видите, в безопасной зоне 7-9, в входящей зоне 9-11 и, соответственно, 12 уровень, это, ну, в принципе, центр мира, да, то есть, ну, в центре карты, короче. Окей. Ну и, соответственно, объем, сколько можно собирать ресурсов с них. Вот. Уровень 7, тут 440, а, ну, вы видите сами, да, то есть 8 уровень 120, 9, 610, 10, 700, 11, 790, 12, 880. Вот. Единственное, что еще, кстати, тоже, ребята, кто с передовых смотрит, не указана базовая скорость сбора ресурсов. Вот этих вот четырех там или сколько видов. Просто хотелось бы сравнить на самом деле сколько скорость в штате и, ну, потому что сейчас разработчики могут просто базовую скорость сбора урезать и, соответственно, со всеми бонусами оно все равно будет собирать медленнее, потому что все бонусы рассчитываются от базовой скорости. А если она ниже даже, чем в штате, то это, короче, беда. Вот. Ну и мы все понимаем, что, в принципе, скорость сбора того же железа, она ниже, чем нефти. Да, вот. Поэтому и нефть собирают в штате и выгоднее собирать. Плюс, соответственно, ставят представители альянса. В общем, вопросов много. Кто готов дополнять, кто знает, ребят, милости просим в комменты, в телегу. Вот. Ну, будет еще инфа, соответственно, буду дополнять. Вот. Будем готовиться. На этом у меня все, ребят. Увидимся в новых видосах и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok